Вопускной бал 2023 Я хочу поблагодарить учительницу своих начальных классов, которая вложила в меня большой труд. Выпускникам я хочу пожелать успехов в достижении своих целей и не останавливаться. Ведь сейчас, вот с этого момента, как раз таки все и начинается. В первую очередь, хочу поблагодарить всех учителей за тот труд, который они вложили в нас. Спасибо им большое. Также хочу пожелать удачи, счастья и благополучия всем тем ученикам, которые закончили школу. И хочу пожелать им поступить в самые наилучшие университеты и вузы. Скажи, какое у тебя сегодня настроение? Ты все-таки больше грустишь или тебе наоборот радостно? Как давно ты ждешь сегодня? Прекрасное. Настроение прекрасное. Сколько времени ты уже ждешь вот этого прекрасного дня? Много. Хочу сказать огромное спасибо моим учителям, директорам школы за эти 11-е годы. Они нас, не знаю, большую любовь показали и всем большое спасибо. За несколько минут до начала выпускного в тематической фотозоне нарядные выпускники делают памятные снимки. Играет музыка, постепенно начинают собираться родители, суетятся учителя. Все весело приветствуют друг друга, шутят, но взгляды устремлены в сторону виновников торжества. Торжественный балл 2023 на центральной площади города Гал, где собрались выпускники 19 школ района, их родители, родные и близкие, начался с церемонии возложения к памятнику погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Всего у 19 школ Галского района 231 выпускник. 11 из них окончили на красный аттестат. Три выпускника средней школы номер один и восемь средней школы номер два. Яркие и талантливые ведущие представили каждого выпускника, чтобы те заняли приготовленные им почетные места и подготовились к празднику, который организовал районный отдел образования при поддержке администрации района, работников сферы образования, самих выпускников и их родителей. Кстати, надо отметить, организация торжества была на самом высоком уровне. Судя по прекрасному настроению, как самих неновников торжества, так и почетных гостей. Среди которых были заместитель министра просвещения Ады Парчелия, министр культуры Даурковы, секретарь общественной палаты Гули Кичба, председатель Конгресса народа Абхазии Давид Пилия, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, детский обмундсмен Мактина Джанжолия, депутат Сухумского городского собрания Лана Цаава, заслуженная артистка Абхазии Нина Эльбжания и, конечно же, сам глава района Константин Пилия. В первую очередь я хотел бы поприветствовать и благодарить наших гостей, что сегодня нашли время и вместе с нами участвуют в нашем празднике. Спасибо вам, низкий поклон, что вы нашли время. Спасибо. У меня поручение от президента страны. Ну, пару слов я добавлю от себя. Хочу в первую очередь еще раз сказать, поблагодарить и наших педагогов, всех педагогов, кому сегодня, наверное, немножечко грустно. Ну, знаю точно, пройдет немножко времени, и грусть перерастет в гордость. Ту гордость за ваших детей, за наших детей, за те знания, которые вы им передали. Я уверен, что наши дети после окончания школы выберут себе профессии, обязательно найдут свое будущее. Но знайте точно, что дом ждет вас обратно, родина вас ждет. Вы все нужны тут, вы все нужны в районе, вы все нужны в Абхазии. Поздравление от президента страны. Дорогие выпускники, от всей души поздравляю вас с окончанием средней школы. Сегодня завершилась одна из глав вашей жизни, и открылись двери к новым возможностям и перспективам. Благодаря вашей неутомимости, усидчивости, вы достигли высоких академических и личностных результатов. Теперь вы готовы принять вызовы будущего и внести вклад в развитие Абхазии и мирового сообщества. Верьте в себя, двигайтесь вперед, стремитесь к постоянному совершенствованию, ведь каждый из вас одарен уникальными талантами и способностями. Желаю успешной сдачи вступительных экзаменов. Убежден, что вы найдете свое истинное призвание. Выберите профессию, которая будет фундаментом для будущих достижений. Поздравляю вас, уважаемые выпускники 2023 года. Помните, что Республика Абхазия гордится вами и будет всегда поддерживать вас в ваших стремлениях. Желаю вам яркой жизни, полной достижения, счастья и просветания. Президент Республики Абхазия Сталин Горгиевич Бжанев. Абхазия Сталин Горгиевич Бжанев. В первую очередь хочу обратиться к вам, дорогие выпускники, и сказать о том, что для меня на самом деле большая честь выступать перед вами. Поздравляю вас, потому что сегодня день, когда вы прощаетесь со школьной жизнью, с детства, и начинаете первые шаги во взрослую жизнь. Быть взрослым – это, конечно же, брать ответственность за свою жизнь, за своих родных, за свое село, за свой город, за родину. Уверена, что у вас все получится. В первую очередь я хочу пожелать вам получить профессию, именно ту, которую вы пожелаете, чтобы каждый из вас в жизни нашел свою нишу и, самое главное, прожил счастливую жизнь. Дорогие наши выпускники, поздравляю вас с окончанием школы. Я надеюсь, что вы оцените вклад учителей в вашу жизнь, дорогие выпускники, ведь они обогащают ваш внутренний мир, расширяя его границы. И благодаря учителям вы стали теми, кем вы являетесь сейчас. Несомненно, что родители тоже многое сделали для этого, но и об учителях не стоит забывать. Я уверена, что в душе каждого из вас мелькнет затаившая груз о невозвратном детстве, прошедшем учебном годе, о радостных моментах, которые происходили в стенах школы. И к завершению я хотела бы выразить сердечную благодарность главе администрации Гальского района Пилия Константину Энвардовичу, куратору образования, культуры и района Кордава Джамбулу Сенвардовичу, начальнику финн-отдела Аксинба Хаджарату Рушаевичу, отделу управления хозяйства городского, отделу культуры, методистам отдела образования, художественной школе. Огромное вам спасибо! 19 организаторов гальских школ. Большой труд внесли за эти дни. Низкий вам поклон! Старшеклассницы в вечерних платьях, а юноши в строгих костюмах. Всем немного грустно. 11 лет пролетели, как один миг. Совсем скоро каждый пойдет своей дорогой. А пока выпускники прощаются со школой и говорят слова благодарности в адрес учителей и организаторов вечера. Сегодняшний день для меня очень важен, так же, как и для других выпускников. В какой-то степени я счастлива, но в какой-то степени мне грустно, потому что мы так часто не будем видеться, как сейчас. Я хочу поблагодарить Айлиту Беслановну. Я ее очень сильно люблю. Она очень много в нас вложила, дала нам очень много знаний. Сегодня закончила моя сестра, и я хочу ей пожелать счастья, здоровья, благополучия. Девчонки в вечерних платьях, парни в белых рубашках, жилетках и костюмах затмевают своими образами все вокруг и светятся от счастья. Родители восхищенно любуются своими детьми, не скрывая гордости со сыновей и дочерей. А гордиться многим из них действительно есть чем. Самые умные, красивые и талантливые выпускники, те, которые завершили обучение с прекрасными результатами, получили из рук заведующие районного отдела образования Екатерина Габелия и куратора отдела образования и культуры Шамбула Куртава школьные аттестаты. Отдел образования за огромный вклад каждого из нас. Спасибо вам за знания, за заботу, за то, что всегда нас поддерживали. Спасибо за то, что верили всегда в нас и никогда не оставляли нас и всегда нас поддерживали. Также искренне хочу, искренне хотим, чтобы вы всегда верили в нас, и что мы никогда не сдадимся и выполним все цели, которые перед нами поставлены. Огромное спасибо хочу сказать всему педагогическому коллективу средней школы номер 2 города Гал имени Муратя Джансуха Валерьевича во главе с директором Куйкускири Ахра Вячеславовича за терпение, за заботу, за тот вклад, который они внесли в развитие каждого ребенка. Хочу огромное спасибо сказать родителям, которые всегда были рядом с нами. Низкий вам поклон. Также хочу поблагодарить руководителей 11 классов. Не могу не выделить свою руководительницу Адливу Фатиму Гивиевну. Фатима Гивиевна, спасибо вам за все. Глядя на счастливых ребят и улыбающиеся лица родителей и выпускников, как они обнимаются, фотографируются, смеются и обсуждают планы на будущее, очевидно, что этот день надолго запомнится каждому, а пока всех объединяет радость торжества и хорошее настроение. И в этом огромная заслуга организаторов сегодняшнего мероприятия. Об этом говорили и сами ребята, которые нашли трогательные слова благодарности для каждого педагога. Ну, мне и радостно, и грустно. 11 лет прошли очень быстро. Для меня это было очень хорошее время. Мы с учителями очень дружили. Все-таки ты больше рада или тебе больше грустно? Мне больше грустно, потому что с одноклассниками расставаться тоже придется. И не будем видеться каждый день, все чаще и чаще. Ну, настроение очень хорошее. Ну, всем хочу сказать огромное спасибо за все. За то, что они научили нас, делели, конечно же. И люблю всех. Я поздравляю всех выпускников сегодняшним днем. И желаю им успехов, счастья, и чтобы все их желания сбились. Очень хорошее мероприятие. Замечательные дети. Много отличников. Я очень благодарен району, родителям. Единственное, о чем мне приходится сожалеть, что не уедут учиться, вернутся ли они сюда. А я бы просил всех, чтобы они вернулись сюда, в Гали. Это район нуждается в людях. Аплодируем. Это район для нас очень важный. В кульминации вечера встала инсталляция открытия книги времени. Отдельный подарок выпускникам и горожанам от администрации района, на котором представители каждой школы повесили свой ключ. Несмотря на то, что ребятам расставаться со школой немного грустно, ведь впереди неизвестная, но такая маняющая взрослая жизнь веселились все. Концерт, на котором выступил заслуженный артист Республики Абхазии Михаил Джумутия и финалист музыкального шоу «Апстостар» Артем Качарава, Иракли Джумутия и Лола Колбая, тронул сердце каждому. Песня «Апстостар» На смену местным звездам вышли специально приглашенные гости вечера из Сочи в ярких нарядах и буквально зажгли публику своими музыкальными композициями и искрометными танцами. Танцевали и подпевали все, устоять на месте было невозможно. Выпускники района сделали первый шаг во взрослую жизнь, наполнив сердца незабываемыми эмоциями. Выпускной балл подходит к концу, впереди ребят ждет дискотека, а уже завтра взрослая самостоятельная жизнь со своими победами и поражениями, радостью и печалью. Жизнь – полное приключений и сюрпризов. Жизнь, которая каждый раз удивляет по-новому, хочет быть сильными и не останавливаться на достигнутом. Впереди у всех много планов и амбиции, но все позже. А пока – день юности и надежд, который останется одним из самых красивых воспоминаний в жизни.